Теперь берем вот себя, под эту заворачиваем вот так вот, на затылок, на затылок, на мату. Девятиклассница Екатерина из Олейского района схватывает на лету. Сегодня впервые в жизни перевязывает рану. Отрабатывает навыки на специальном манекене. К медицине душа у Кати лежит с детства. Я очень такая жалостливая и люблю всем помогать постоянно, поэтому я решила тут помочь в лечебном деле. Наложение шин, повязок, подкожные и мышечные инъекции, антропометрия. Сестринское дело – одно из самых популярных направлений среди абитуриентов. В особом приоритете у сегодняшних школьников именно прививки. На поршень. И спускаем лекарства. Особенно популярны эти мастер-классы, особенно подкожные инъекции. Все хотят поработать на фантомах. Абитуриенты будущие очень популярны. Видимо, в связи с повышенным вниманием сейчас эпидситуация такая. Прививки ставят все. И все хотят поучаствовать в этом мастер-классе. Все. Но девочек все же больше. Мальчиков пересчитать по пальцам. У девочек, наверное, сердце добрее. У тебя вообще более такое. Крепче. Каменные. Вообще пошел, ну как сказать, стоматолога, зуботехника для того, чтобы лепить зубы. Нравится лепка. У меня дядя занимается этим. Я у него учусь. Спустя год после начала пандемии, мода получить врачебную профессию все еще растет. Возможно, так и получится сократить дефицит кадров в этой сфере. По данным на апрель этого года, в отрасли не хватает двух с половиной тысяч специалистов. Острый дефицит терапевтов и педиатров. Но уже в этом году медвуз региона должен выпустить вдвое больше врачей, чем обычно. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.